Кто меня долго смотрит, знает, что Василий и забытые ножницы это потерянная книга Гарри Поттера практически. Посмотрим, что там Китай нам приготовил. Вот тут выглядит как минимум интересней. Ой, мешаю, там прям грибы появляются. Всем привет! Канал Завалиедальник, рубрика наша по доширачим. По субботам пробуем китайскую, корейскую, японскую, вьетнамскую, турецкую, никарагуанскую, нигерийскую, русскую, украинскую, финскую, любую лапшу, короче, быстрого приготовления, которое только есть на земле. Покупаем вообще все варианты, которые найдем. И вот на этом столе по две штуки битвой вот этих лапшей это не назвать, потому что, ну, просто это рандомный выбор. Сегодня две таких, завтра две таких, но вообще битва ведется. У нас есть список из уже более 80 лапшей, которые можно посмотреть в описании ролика. Плюс вот здесь на холодильнике 7 самых лучших лапшей мира по версии меня. Кто следит и ждет перетест семерки. Короче, пишите, вот Карджен мы не можем найти. Напишите в комментах, хер с ним или все-таки, как бы, ждем ищем. Если хер с ним, то и сделаем, как бы, перетест 6, а Карджена ставим на его третьем месте и пусть он там пока висит. А сейчас две лапши другие, не из топа 7. И вообще первый раз их вижу. Ну, как первый раз. Пикник. Это производитель из Таиланда. Сейчас убежусь точно. Всю жизнь вроде был из Таиланда. Хотя это вообще Владивосток написано здесь. То есть вообще это может уже Россия. Но, тем не менее, мы с ним встречались. Он не блещет, вообще никогда не блещет. Ну, обычно лапша да лапша. Это с морепродуктами, но мы еще не пробовали, по-моему, пикник вот такой вот тарелки. Открываем, смотрим, что там. Это камера Юля, которая помогает нам в наших исследованиях. Показывает вам все, как есть. Тут у нас какие-то овощи, какой-то пакетик с супом, видимо. И сама лапша вот такая вот. Она небольшая. И вилочка. Обычная вилочка. Давайте сейчас просто все это скидаем. Скидаем мисочку вот в эту. И зальем кипяточком, поставим в стороночку. И перейдем ко второй. Вторая-то вроде поинтереснее. Короче, я так предполагаю, что это будет лапша да лапша. Ну, есть у меня такое предположение. И к тому же довольно порция-то маленькая, как по мне. А вот тут-то поинтереснее. Тут вот у нас китайская какая-то лапша очередная. Ничего не понятно. Все написано по-китайски. Единственное, что тут, по-моему, какая-то интересная. Не вот такая волнообразная должна быть лапша, а какая-то другая. И женщина тут красивая, на мой взгляд, нарисована. Китаянка. Давайте покажем ее Юле. Юля, не ревнуй. Ну, девка действительно симпатичная. И какие-то шампиньоны нарисованы. Так что, скорее всего, это что-то грибное. Да, ребят. Ну, тут... Смотрите, я не буду высыпать это. Но тут вот такая лапша. Смотрите, совсем другая. Лепестками такими. И тут вместо вилки-то идет ложка. Ложка. И вот, смотрите, какие-то пакетики. Что-то густое. Что-то сухое. Рассказчик я такой. Сегодня мы с вами познакомимся с чем-то сухим, чем-то густым. И чем-то еще сухим, но крупненьким. Хорошо, что лекции в школе так не читали или в универе. Давайте посмотрим, что же это такое сухое, густое и крупненькое. Это у нас сухое. Бульонная основа какая-то. Я вот вижу иглы у томата в ней просверкивают. Это вот что-то густое. Опять ножницы забыл, да? Кто меня долго смотрит, знает, что Василий и забытые ножницы. Это потерянная книга Гарри Поттера практически. Так. Хорошо. Выдербанили. И что-то вот тут еще. Это вот что-то пахнуло мясом, кстати. А это просто зеленый лук. Сушеный зеленый лук. Заливаем кипяточком. И закрываем. И отодвигаем на несколько минут. Все. Ждем. Сейчас попробуем. Собственно, вот. Давайте начнем с пикника. Раз уж мы с него начинали заваривать, то и есть с него начнем. Ну что, выглядит как обычная лапша. Ничего примечательного, ровным счетом нет. Пахнет просто тестом. Вот этим. Просто заварной лапшей, как будто в нее вообще нет никакого бульона. Хотя тайские почему-то все так пахнут. Но на вкус некоторое прикольное. Не, есть запах морепродуктов. Кочем. На вкус это как очень соленый ролл. Надеюсь, не будет конфликта в Азии, если я китайской ложкой съем китайского бульона. Ну, слушайте, такой человек, будто просто лапша и соль. Максимально ни о чем. Максимально ни о чем. Давайте попробуем. Посмотрим, что там китай нам приготовил. Вот тут выглядит как минимум интересней. За счет вот этой лапши такой вот этим вот ой, это мешает, там прям грибы появляются. Видимо, вот эта вот густая штука, это были грибы с бульоном. Такая густая лапша интересной формы. Правда, есть ее ложкой, один хрен, капец как неудобно. Я не знаю, как они едят ее ложкой. Ой, горячо. Ну, неплохо. Это, знаете, опять-таки, я это называю лапша на каждый день. То есть без изысков, без каких-то супер хитростей. Но так, когда хочется горяченького, и при этом, как сказать, ничего не готовить, но не унижать себя. Вот эта лапша, которая вас не унижает. Это, в принципе, нормальная еда. Когда хочется горячей лапши, это вполне себе норм. Да, тут чувствуются грибы. Довольно густой бульон, довольно приличная вот эта лапшичка, тесто вот это, нарезанное ломтиками. Такой китайский бешбармак. Ну, только я уже говорю, что бешбармак отнесу, поэт, тасут. Но ничего предрассудительного, я в поедании такой штуки не вижу. Да то по 7, конечно, не дотягивает. Увы, увы, давно у нас что-то он не менялся, не пополнялся. Но я не теряю надежду, что все-таки найдем лапшу, которая потягается с вот этими грандами. И, возможно, это будет уже в следующем выпуске. А сегодня пикник ни о чем вообще. Вот это, в принципе, достойная еда, но не сказать, что прямо потрясла мое воображение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Комменты это очень хорошо. А что еще? Ну и все остальное, что вы сами не понимаете, маленькие что ли. Всех люблю, кроме некоторых. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok